Завис наш режиссер Все в КАФ ТВ Здравствуйте, уважаемые дамы и господа Всем добрый вечер Сейчас в клубе Гараж На улице Бродников переулок Город Москва Дом 8 Выключат звук в этом зале И сразу будет веселее Пока выключили только диджея Дело в том, что просто У нас Режиссер очень строгий И Леша Васильев у нас есть такой очень хороший товарищ Который тоже строгий Сейчас он сюда придет и сядет и будет помогать Итак, дамы и господа, давайте похлопаем Не стесняйтесь нашему гостю Спасибо Гость похлопает дамам и господам Приятно, когда гость хлопает тебе Я сейчас был в гостях Только что вел мастер-класс Целый час В клубе юного спортивного Нет, в клубе молодого Спортивного журналиста Училища Олимпийского резерва На Малой Ефилевской улице И бежал оттуда прыжками вообще С угробом? Да Пацаны гандболисты Вообще отличные ребята Гандболисты? Ну и гандболисты тоже Никогда не понимал вообще этот вид спорта Да ну мячик был Это как футбол Я играл в гандбол Между футболом и пионерболом Что-то такое среднее Я играл в это А инфинать можно мяч или только руками нельзя? Там очень интересное правило То что перед воротами есть такой полукруг И в него нельзя наступать Поэтому как бы смысл игры То что люди разбегаются И вот от этого края прыгают И в воздухе Швыряют вратаря Должен отбить А если запихнули их Ну приземлиться он может в этот витачок Ну приземляется Но уже все Без мяча он должен приземлиться Понятно Я сегодня сказал Богосяну Что под бабочкой Нельзя расстегивать рубашку Но ему похеру Мне все равно Да Но зато наш Я продвигаю новые течения в моде Тренды надо Тренды А тренды Не тренди Появилось новое значение У слова не тренди Не тренди Да Вот поэтому Александр Крад сегодня Расскажит про новые тренды Новые течения Александр Бурташов Мягко подвел так Знаешь Кто-то должен был Нас вывезти туда От слова гандбол Наш гость От слова гандбол Но зато Александр Бурташов Мы с ним учились в одной школе 110-й Наверное Это вы все знаете уже Потому что в принципе Он у нас был уже в гостях Как-то раз Несколько лет назад 110-й испанская школа На Никитских воротах У которой появилось новое здание Кстати На Большой Бродной Я там уже не бывал А я нет Вот Ну круто там прям очень Напротив Аиста Вообще Все круто напротив Аиста Я хочу сказать Вот Итак Александр Бурташов В прошлом солист группы Мессмер А ныне Руководитель Букингового агентства Шольц Артист Артист Назвал Григория Богосяна-младшего Чудесным словом Ну вот морковка А джентльмен морковка Джентльмен морковка Да Ааа Джентльмен морковка Григорий Степанович Извини но Мне кажется Это навсегда Мне очень нравится Когда это навсегда Ну морковка Всегда навсегда Понимаешь Хотелось бы. Простите, но нет. Может, о чем-нибудь умном поговорим, друзья? Да, давайте поговорим о том, почему ты все время носишь очки на голове. Они тебя креют. Хороший вопрос. Тренды. Поговорим о трендах. Тренды и бренды. Ты знаешь, кстати, мне кажется, чтобы слышно было тебя в микрофон и нашим тоже гостям, многочисленным, добрым людям, чтобы тебя не очень слышали, ты либо говори громче, либо к микрофону поближе подайся. Я буду, наверное, все-таки более азычным каким-то... Да, вы никогда не заходил в этот зал. Проходите к баритону. А у тебя баритон? Конечно. А не случайно ты зашел сегодня в это заведение и спросил, Месмир, а почему ты до сих пор не работаешь на радио? Да, а кстати, а чем баритон от тенора отличается? А баритон немножко ниже. Это между басом и тенором. А тенор или тенор, как правильно? Ну, тенор это для тех, кто говорит четверик. Бассейн, музей, дискотека. Я знаю такие слова. Холодильник. Холодильник вообще. У меня есть приятели, они только так и говорят. Холодильник. Хороший у тебя приятель. И девушка знакомая, она говорит. Это вообще хорошо, когда девушка говорит. Нет, хорошая девушка говорит. Оставайся, дорогой. А падзюм-выдзим говорит. Ты парень этой девушки в этот момент. Ой, да. Слушайте, ну вообще, кстати, знаете, я хочу сказать. Сейчас, стой, подожди. Да, расскажи какой-нибудь. Мальчики и девочки. Если вы сидите в чужих аккаунтах, то вы, мудаки, не сидите в чужих аккаунтах. Ну, просто я тут одна приятница. Ну, мы реально там по бизнесу пересекались пару лет назад. И я увидел знакомую фамилию, у него какая-то смешная фамилия. И я, короче, ей подмигнул. И вдруг мне в ответ. Пиздуй, на сайте знакомств, старый маньяк. Че за подмигивание? Ну, я думаю, вроде вменяемая была женщина. Ну, как бы... И ты думаешь, вроде как бы... Не так много из обращенных к тебе слов подходит к тебе. И вроде пиздуй, как бы... Как-то... Не по-рлабинской какой-то... И вроде я интимную близость не предлагал какую-то... Подвы подвертом, понимаешь? А просто на фейсбуке что-то нельзя? А фотография у тебя в аккаунте в твоем... Ну, моя. И, короче, оказалось, что у нее очень ревнивый мальчик, который сидел в ее аккаунте. Он мне за нее ответил. Братья и сестры. А я говорю, что я сразу сказал, что... Ну, и там оказалось, я нашел каких-то общих знакомых. Спросил, говорю, а что там за болезнь-то головы? Короче, и я для себя вывел, что мальчик, если сидит в девочке на аккаунте, это то же самое, что он примиряет ее колготки. Вот, поэтому проехали тему. Александр Месмор-Бурташов. Ничего не понял абсолютно. Я думаю, что никто не понял. Все, все все поняли? Неважно, все все поняли. Колготки, наверное, поняли, да. Короче, Александр Месмор-Бурташов. Руководитель букингового агентства Шольц Артистс. И мы поговорим о новом тренде в шоу-бизнесе. Это трибюты. Ну, когда 15 ласковых маев ездили по стране, это называлось мошенничество. А когда Майкл Джексон после своей смерти выступает в одном из московских клубов, это называется трибют. Расскажите об этом, Александр Месмор-Бурташов. Тундук, таран-таран-таран-шок. Надо вылить. Или Эми Вайнхаус. Умерла, и вдруг она жива и появляется в одном из московских клубов, название которого мы не будем называть. Рассказывай об этом более подробно. Для этого мы тебя сегодня пригласили. Или этот поток интеллектуальных. Я затыкаюсь до конца эфира. Ну, во-первых, очень хорошо, что ты сказал вот эту глупость только что, да? Потому что как раз есть предмет, для чего тебя можно немножечко опровергнуть. Почему орите? Ну, давай. Да, конечно, абсолютно. Вгоняй меня в долги. Когда ласковые маи, да, или какие-то группы, которые когда-то пытаются зарабатывать деньги, я не шучу сейчас, я рассказываю. Нет, ты серьезно, а я-то. Людям-то интересно, причем не только твой юмор, который, конечно же, блистательный, да? Ну, ему интересно послушать еще что-то. Так вот, Григорий. Это я, чтобы молчать. Да, так вот, Григорий, я тебе хочу сказать, что ты не прав. С точки зрения того, что ты смешал действительно в кучу одно с другим, никогда не было возможным говорить о том, что существовали какие-то клоны артистов, которые ездили по стране, да? Да, и трибютное шоу, как таковые, это совершенно новая история, которая, в принципе, в Европе и в Америке давным-давно существует, является абсолютно нормальной и престижной частью шоу-бизнеса, между прочим. Когда артист так или иначе воплощает в себе образ той или иной звезды, и при этом, исполняя лайвом все песни, которые, как бы, всем известны и так далее, полностью идентично отражая имидж и манеры артиста, да? И таким образом раскрывая, как бы, в этом неком театре одного актера полностью любимый людьми, любимый миллионами имидж того или иного артиста. Может быть, этот артист уже ушел, как Элвис Пресли, или Барри Уайт, или Эмми Вайнхаус, которая прозвучала не очень грамотно из твоих уст. Да я пошутил же! Что ты? Я пошутил! Нет, ты меня зацепил сейчас, между прочим. Ты меня сейчас зацепил, потому что, да, ты говоришь с профессионалом. Мало кто из наших зрителей знает, что сегодня тот самый эфир, после которого у нас наконец-таки состоится долгожданная драка. Нет, между прочим, конфликт это состояние в искусстве, поэтому в этом нет ничего страшного. Так вот, трибюты, если говорить о слове трибюты, о его происхождении, это некое преподношение дара звезде, как когда-то в свое время народы в древности преподносили дары богам. И эта индустрия действительно очень развита. И когда мы пришли к выводу, в течение последних двух лет, например, что определенные форматы артистов, которых либо мы привозим, либо привозят наши коллеги-конкуренты в Россию, они, в общем-то, ну, стали банальными, да, и так или иначе вышли в тираж. А я считаю, что сейчас как в российском шоу-бизнесе, так и в зарубежном шоу-бизнесе есть определенный кризис. Да, мы решили, что надо найти что-то новое, интересное, что удовлетворяло бы потребности нашего слушателя, любителя хитов, да, потому что когда, ты сам знаешь, да, что когда речь заходит о корпоративе, садятся люди, заказчики с умными лицами, подпираются себе щеки руками, кого бы пригласить. И начинается перебор неких имен артистов российских, которые у нас в топе и звучат на всех радиостанциях, да, зарубежных, и получается, что либо у артиста есть 2-3 хита, да, и дальше вся программа не совсем известна людям, либо это артисты, у которых... Мягко говоря. Либо у которых, да, совершенно верно, много хитов, но они крайне дорогие, да, с точки зрения себестоимости. Крайне. Крайне. Ну, согласись, тебе же будет сложно, наверное, заказать на свой день рождения Том Джонса или Робби Уильямса. Я и не пойду. Нет, на твое. В смысле, я... Ну, вот кто твой любимый западный исполнитель, скажи мне, пожалуйста. Ой. Только не произноси имя, или Вайнхаус, в суе, пожалуйста. Я, да, знаешь, а у меня, наверное, что-то я как-то прям даже про западных-то и не... То ли дело у кухни. То ли дело у кухни. Сейчас только что, молодец, Гриша, показал свой большой высокий кругозор, вот общение со мной... Тупо ноль. Я молчу. Общение со мной... Общение со мной почему-то, почему-то до сих пор... Не облагородило меня. Да, знаешь, как-то проявить некое свое какое-то музыкальное любопытство. Кстати, диск Ахи, который я тебе везу. Диск Ахи, это вот это слово пишется, да, диск Ахи. Очень приятно, спасибо. Правильно ли я понял, что в какой-то мере это можно... Адрельюк группы АХ приедет? Каким-то образом привязать к... Это шоу, ребят, это шоу. К конкурсу двойников, вот когда в свое время были, то есть максимально похожие. Нет, 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 это не просто двойники, да. Вот если мы говорим о слове двойников, сразу же у нас что возникает? У нас возникает Александр Песков, который на сцене в парике Людмилы Гурченко, «Царство и небесное», да, и он как бы... Изображает Аллу Пугачеву. Он изображает, но в это время звучит фонограмма, как правило, да. Как правило, это образ, но это не есть суть, да. Западные артисты, а мы работаем только с самыми лучшими шоу, они нашли некое... Действительно, может быть, это и какой-то психологический сдвиг, да, не буду настаивать, что это не так. Но, достигнув настолько совершенства в отображении образов, например, если взять Элвиса Преслес, с которыми мы сотрудничаем, этот человек, живя в Англии, является пятикратным обладателем гран-при на фестивалях Элвисов в Мемфисе, на родине самого короля рок-н-ролла, куда он приезжает каждый год и берет гран-при, потому что все от него умлеют. И когда начиналось это, там, несколько лет назад, всем казалось, что это, ну, ерунда, это всего лишь ряженые люди, которые делают те бакенбарды, одевают белые костюмы со стразами, как, там, Алоха, да, шоу в Гавайях у Элвиса. Но в результате это, благодаря таланту, кропотливой, серьезной работе, стало невероятным качественным шоу. И когда речь идет о том, что, например, у человека, там, пятидесятилетие, да, или свадьба, или что-то еще, и люди понимают, что они поклонники той или иной топовой звезды, которая либо, к сожалению, уже не существует на свете, либо она безумно дорогая, потому что, ну, это просто неподъемные какие-то деньги, вот здесь вот, вот здесь вот, жанр трибютов, да, занимает свою замечательную нишу. Более того, есть примеры другие, когда трибюты становятся хедлайнерами каких бы то ни было событий, потому что есть, например, в Москве замечательный клуб, один, да, с которым мы сотрудничаем, где концепция сама по себе, да, она связана с топовыми личностями в истории. Там есть ложа Фрэнка Синатри, ложа Мэрилин Монро, Аллериана Челентана и так далее. Соответственно, тематические вечеринки, которые происходят в этом клубе, куда мы привозим этих артистов, они невероятно интересны, и людям это нравится. Людям нравится слушать хиты, даже стоять около сцены, знаешь, и сравнивать, ой, слушай, Робби Уэлли, а что-то он не похож, что-то нос у него какой-то не такой, знаешь, или там какое-то движение не такое, и так далее. Людям интересно смотреть на действия, людям интересно смотреть на то, что талантливо. И тем самым вот эти вот трибютные шоу, они отличаются от двойников, то, что они на голову выше, потому что это лайф, это всегда живое исполнение, это всегда качественное живое исполнение, это манеры, это костюмы, это прически, это, если Эми Вайнхаус, она делает себе такие же татуировки, как Эми Вайнхаус, и пьет шампанское из горла на сцене, так и под Эми Вайнхаус. А все остальное, ну, тоже, как она делает, а то она долго не проживет. Ну, мало кто может выйти так. А точно все-таки добрый, по гостям. Молодец. Выпей чаю, пожалуйста. Спасибо. Не, на самом деле, на мой взгляд, это интересная идея, но мне кажется, это крайне тяжело, потому что к этому, это же физически... Авторские... Физически... Нет, нет, не надо, только не начинай, пожалуйста, я тебя умоляю. Я просто просил. Не начинай, нет, ты не спросил, ты сказал. Автор сфетом, это отдельное... Это вообще не имеет никакого отношения к авторским абсолютно, да, поскольку это шоу. И если ты знаешь, международно принятые авторские права распространяются на издание той или иной музыки. Исполнение, если ты, например, кавер-группу приглашаешь к себе, а я знаю, ты любишь кавер-группы, джазовые коллективы копеечные, на которых можно не тратиться, но при этом они поют хиты, да, они же исполняют, они же не платят ничего в замечательную организацию по имени Рао, правильно, да? Просто потому что они не должны этого делать, они же не издают музыку там на CD и так далее. То есть так же и здесь. То есть это отчасти, вот с точки зрения авторских прав, прошу прощения, но это как в караоке петь, мне кажется. Нет? Ну, по большому счету... Ну, я в караоке пришел, я не знаю, я пою... Если завтра Джош Майкл споет песню Майкла Джексона на сцене у Эмбли, он тоже не должен будет ничего за это заплатить. Если завтра Алла Кугачева споет песню Киркорова, да... Я это живо представляю. Или Стас Михайлов, Григория Лепса, или... Сейчас три у нас артисты, мы этим могли аккуратировать. Или Киркоров Буйнова, я бамбук, пустой бамбук. Ну, это ты знаешь, видимо, Гришка, тренируется визуально-извинить историку. Извини, я не... Я понял, окей. Ну, это отдельная история. Мне кажется, он прадет за... Кстати, вопрос «аукупник» можно ставить в любом случае, в любой фразе. Причем в некоторых моментах, чтобы оскорбить человека, либо отправить его куда-то. Ну что, поехали сегодня тусовать? Аукупник. Слушай, что-то вчера напился, так плохо сейчас. Аукупник. А мне еще понравилось, что... Вот это выглядишь как укупник, вот эти известные ругательства. Да, да, да. Слушайте, а мне понравилось из последних шуток... Сейчас хорошо было, кстати, молодец. Очень приятно было тебя услышать. Таким, как вы это и есть, на самом деле. Не-не-не, я про друг, про укупника вспомнил. Чтобы петь в караоке, голос не нужен. Нужно хорошее зрение и отсутствие совести. Мне понравилось, да. Как давно вообще это появилось, это направление? Да, давным-давно это появилось, направление. Просто дело в том, что оно появилось, наверное, еще во времена Чарли Чаплина, когда появился первый человек, который приделал себе усы, одел котелок и взял тросточку. Надел котелок. Да, надел котелок. Все? Нет, я правильно. Дальше, соответственно, когда наступила эпоха королей и королев, таких как Мэрилен Монро, и появилась масса поклонников, а следовательные подражатели, а так как в Америке из всего делают культ для того, чтобы максимально коммерциализировать любую звездную, звездный статус, соответственно, и количество поклонников порождало и определенные таланты, которые максимально качественно отображали ту или иную звезду. Сначала это было на уровне просто неких хобби, развлечений, маленьких клубов и так далее. После чего начали проводиться некие большие фестивали, которые стали культовыми. Например, в Европе существует ежегодный фестиваль лучших Майклов Джексонов. В Европе? Да, именно в Европе. Ну, в Америке тоже существует, но есть и в Европе. А где? Ну, в Великобритании. В Великобритании. В Белфестивале. Если не ошибаюсь, в моем представлении визуально крайне сложно в таких ситуациях создать образ. Мне кажется, нужно огромное количество грима, по крайней мере. Ну, чтобы... Вот это же одна из основных сложностей. Вот это то, о чем я хотел сказать далее. Как здорово. Это то же самое дело, что речь идет именно о тех артистах, которым не надо делать большое количество грима. Они реально похожи. Они изначально похожи. Вот Григорий Степанович похож на персонажа мультфильма... Джентльмен-морковка. Вот этот знаменитейший мультик. Ледевец из ледникового периода. Ему не надо гримироваться. Я вот к чему. Зал-то знает меня. Они, увидев меня, вспомнили мультик. Я вот к чему. Отсюда следует... Если мы начнем перечислять, на кого ты похож из героев, я думаю, что передача не закончится сегодня. Однозначно. Я про тебя тоже заметил. Давай, конечно, подкидывайте мне, Татьяна, подкидывайте. Пока идет передача, Эдуард сейчас пустит там полосочку с телефоном, на который можно присылать смс, чтобы выяснить, кто после эльфира победит все-таки. Кто на кого похож. Я к чему. То есть вот отсюда следует вывод, что действительно, например, Саша Белый, который... Я не хотел бы вообще проводить какие-то аналогии с Россией. Почему? Потому что этого жанра в России нет. Нету жанра дебютов в России, в принципе, поскольку... Пети у нас не умеют. У нас нету, в принципе, этого уровня отношений к артистам, в принципе. У нас нет артистов, которых хотелось бы, по большому счету, пародировать, потому что... Не пародировать, а именно трибьютировать. Трибьютировать, да. Нету такого культа, какой-то актерской личности, я не знаю, как-то... Кобзон. Вот эти знаменитые лысые мужчины, которые ищут парень по улице. Самый как раз важный момент в преодолении соскорузла стереотипной российской ментальности, продвижении вот этой истории, да, состоит в том, чтобы доказать людям и показать, что это не... Даже небольшая разница, программа «Большая разница», к которой я относился когда-то очень с большим уважением, они делали это талантливее. Но это все равно пародия, это все равно развлечение. Как хорошо, что у меня нет телевизора дома. Ну, не знаю, вот сейчас общаюсь с тобой, потому что мне надо подарить на следующий день рождения. Да, я думаю, что все-таки... А что ты мне на этот подарил? А на этот, если подарил телефонный звонок, звонок другу. У меня вопрос такой. Вот как ты считаешь, гипотетически вообще вот сейчас в российском шоу-бизнесе есть хотя бы, я не знаю, одна такая личность, не знаю, приблизительно такая... Валерия Миланцева. У которой есть все-таки вот такое количество, ну, я не знаю, вряд ли подражателей. Или у нас в принципе сам российский шоу-бизнес, он по-другому заточен? Он не пропагандирует этому... Он не просто по-другому заточен, это некая совершенно другая планета с совершенно другим представлением о том, как выстраивается вообще карьера музыканта. Да, или та или иная карьера звезды. Потому что у нас ситуация следующая. Люди снимают клип, вкладывают в него деньги, пока клип ратируется, делается максимальное количество, забивается концерт, чтобы отбить, да, вложение в эфиры и в клип, да. Дальше происходит некая пауза насыщения, поездка на Мальдивы на три месяца, да, возвращение, и надо бы что-то еще новенькое записать. А не поменять ли нам имидж, давайте выкрасимся в белый цвет, в черный цвет и так далее. На самом деле, в какой бы ты цвет ни вырядился, да, и так далее, личностей, которые действительно оставят свой след в российской... С моей точки зрения, субъективно, да, крайне мало, да. И таких... Дипломатично. Культовые люди, как там тот самый Виктор Цой, вот который, кстати, можно сказать, что мог бы быть примером для атрибьютирования, как сказать. Я сейчас сегодня правильно приведу, затрендировал, затрендировал этот тренд. Затрендировал трибьютирование. Да. Ну, вообще, с тобой общаться, это один сплошной трендец, я бы сказал. Такого тренда. Да. Да, вот Виктор Цой, например, да, есть определенные культовые внутренние, наверное, внутренние содержания, которые необходимы для того, чтобы у артиста появились трибюты. Да. Вот. И это действительно интересно, поскольку эти шоу... Вот, ребята, вот правда, да, хочу до вас донести это и донести до наших зрителей, что это... Атрибют Диджея Смеша. Это потрясающее шоу. А? Атрибют Диджея Смеша. Ну, а Диджей Смеш сам по себе является действующей фигурой на данный момент, да. Он, в общем-то, достаточно сравнительно демократических денег стоит для того, чтобы его пригласить, да, и так далее. Это не имеет абсолютно, как бы, некой необходимости. Но если мы говорим о Мадонне, или мы говорим о Леди Гага, или мы говорим о Робби Уильямсе, или мы говорим о тех артистах, которые могут периодами просто не ездить на Робби Уильямсе, да. Или, например, группа Депешмот, которая вообще не поедет никогда ни на корпоратив, ни на свадьбу. Почему это? А если заплатить как следует, поедет? Нет, вот это в твоем понимании... Нет, ну, минуточку. То же самое про Леди Гагу говорили. А, на, поехали. Но это еще надо доказать, на самом деле. К сожалению, это не совсем правда. Но, с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны... Мне нравится очень политкорректная беседа, прям, она прям очень хорошая. Не, ну вы как-то не задаете мне вопросов. Не, я просто... Нет, нет, я вообще очень здорово. Я хочу... Нет, почему? Ты так хорошо говоришь. Вот трибюдирование, вот это, оно идет, как бы, только на какого-то одного, или там целой группы, по 15 человек, я не знаю. Нет, это, если нет такого понятия, как театр трибютов, этого нет, да. В мире существует несколько серьезных агентств, которые ими занимаются, да. Но 99% это действительно не очень высокое качество. То есть, если завтра ты захотел заработать денег и решил стать Тиной Тернир, и научился вот так вот своеобразно и как она двигать бедрами... Я как раз с утра думал об этом перед зеркалом. Да, и спеть «Simple the best», да, при этом, как бы, вот, ну, да, ты, в общем-то, воплотил в себя определенные черты. Ты похож даже цветом кожи. Совершенно незначимый. Кстати, слушай, вот как раз, да, я думал, похож на Тиной Тернир. Я похож! Ну, один из твоих, одна из твоих инкарнаций. Вот, то, конечно, нет, да, то есть, это действительно серьезная работа, которая годами-годами випестовывается, все нюансы, и уже действительно... Эти артисты намного более востребованные бывают, чем звезды, которые сейчас работают. То есть, у них расписано на год, на два, куча мероприятий. Потому что соотношение цена-качество невероятное. Стоят они очень недорого, да, при этом они невероятно качественно общаются с публикой. Ты, если ты заказчик, ты можешь выбирать песни, да, в сон-клистах. Например, хочу услышать, там, я не знаю, «Simple the best», и хочу услышать... А есть Тина Тернир? Ну, а так же. А каким образом происходит вербовка вообще этих людей? Кто-то шел, увидел двойника, говорит, пойдем, я тебя научу петь, или... Нет, ну, это была некая судьба определенного человека, да, вот я, например, дружу очень с Том Джонсом. Как мило. Вот очень дружу с Том Джонсом. С настоящим. Нет, с настоящим, как бы, я знаю прекрасно его агента, и так далее. Я имею в виду лучшего в мире двойника Том Джонсом. Так вот, да, ребята, вот когда мы переписываемся с ним по e-mail, он не подписывается своим настоящим именем Джон, он подписывается своим именем Том. И когда, вот, первый там его приезд, я задал ему вопрос, а он настолько, ну, если бы сейчас... Да я бы даже показал бы, наверное... Знаешь, у меня пришел вопрос на Фейсбуке. Значит, сейчас. Я прочла в журнале «Большой город», что раньше вы были солистом группы «Мессмерт». Расскажите, пожалуйста, о ней. Да, это так. Да, это так. Ну, а когда-то в 90-е, когда-то в 90-е мы были одной из первых электропоп и синтепоп групп в России. И в 91-м году, когда я еще даже, а, я закончил школу 110-ю как раз и пытался первый год поступить в «Альяс», не поступив, на второй год я уже поступил, да, параллельно мы были все фанатами группы «Тепешмот». И мы собирались, мы были такими продвинутыми поклонниками. «Тепешисты». Да, стригли себе квадраты, как у Дэйва, были белые штаны, косые, черные кожанки. Вообще, тогда было очень интересно жить, потому что здесь, на Маяковской, собирались депешисты, в соседних патриках собирались звукобильщики, у которых были прически в теле. «Коками». Мимо проходили металисты, дальше были брейкеры. Их всех били левера! Левера появились потом. Кстати, многих из них мы завербовали в депешистов. У нас был даже такой персонаж по имени Майонез, который мимикрировал из Любилецкого, чувака, в депешиста. И он подходил к кому-нибудь и говорил, «Слышь, Сань, а Сань, а у тебя есть политика права?» Я говорил, «Что?» А потом я уже понял, что эта песня «Тепешмот Поле сел в труф». Было очень много смешного. Но на основе нашей любви к вообще английской музыке электронной мы создали тогда группу. И начали сначала с того, что мы немножко пародировали. «Вот как это было тогда». Так вот откуда трибют пародился. Нет, это другое. Это другое. Кстати, вот давай не путать понятия. Когда ты создаешь нечто на основе чьей-то музыки, это не трибют. Это просто некое вот... Я пошутил. Опять. Сегодня шутки тебе, видимо, не удают. Ты не шучишь, ты вкидываешь правильные темы. Работа такая. Да. А вот. Соответственно, и потом, где-то в середине 90-х мы выпустили несколько хитов, которые благодаря Мише Козреву тогда, который тогда был программным директором радио «Максимум», попали впервые в эфиры. И без ложной скромности мы, в общем, как бы, заявали какие-то определенные позиции. И начали ездить по городам и весим, и клубы, и телевидение, и так далее. То есть мы, в принципе, воплотили в себе некие такие... Мы были такими кровопроходцами, наряду с замечательными моими друзьями группой «Райвл», «Радиотранс», «Технология», и так далее. Мы были одними из первых, кто играл в электронную музыку. Сейчас я этим занимаюсь как хобби, потому что, ну, это интересно. Ну, наверное... А в России трибюты вообще пользуются спросом? Пользуются. Кого? Кого заказывают вообще в России? Ну, вот я тебе хочу сказать, что это недавно началось. То есть мы начали эту тему пропагандировать недавно. Более того, я вижу, что есть определенные коллеги-конкуренты, которые предлагают кого-то. Я не знаю качества того, что предлагают они. Мы поставили себе цель сотрудничать и заключить эксклюзивные контракты только с самыми лучшими. Соответственно, на протяжении двух лет мы это успешно делали. И действительно, я гарантирую качество каждого из артистов, с которыми мы сотрудничаем. Но сначала было такое, вот то, о чем мы сейчас и говорим. То есть мы в нашей беседе сейчас проходим то, через что я прошел два года назад. Когда люди говорят, ну, Саня, ну это как-то не знаю, это не настоящее. А что придут люди, нам скажут, что привезли тот фейк какой-то. Понимаешь? На что я говорю, что, ребят, давайте все-таки как-то веселиться. Давайте не рассматривать вообще клубное пространство, как что-то с такими серьезными бровками. И с какими-то серьезными... Давайте делать шоу. И не надо подавать приезд, там, я не знаю, трибют на Элвиса Пресли, как самого Элвиса Пресли. Потому что это смешно. И со временем ментальность уже поменялась у многих моих друзей, коллег и заказчиков. И мы этим летом, например, сделали серию замечательных мероприятий. В одном ресторане, потом еще в одном, в другом ресторане. И людям это безумно понравилось. Сначала было такое некое ощущение восторга, смешанного с удивлением и с каким-то недоверием. Но когда они поняли, что эти артисты, помимо того, что они поют все любимые хитки, поют их живьем, замечательно двигаются, замечательно общаются, они еще и абсолютно доступны, с ними можно сфотографироваться, с ними можно покурить кальян, с ними можно пообщаться и так далее. И вот эта доступность той или иной звезды, человек начинает играть в эту некую сказку. Он внедряется в это, ему кажется, что он действительно общается сейчас с тем или иным хумиром своим. И в этом есть, наверное, основная прелесть трибюта. Потому что это достоверно. Хорошо. Вот это достоверная копия исключительно исполнителей каких-то песен? Или это может быть какие-то шоу, например, шоу Бенни Хилла? Кто-то решил Бенни Хиллом сказать, например. Или это только исключительно певцы? Ну, конечно, с точки зрения легкости воплощения, реальности воплощения и возможности концертировать, гастролировать и так далее, конечно, это певцы. Да, в основном. Потому что быть похожим на Бенни Хилла, я бы не хотел пожелать даже самого страшного. Из-за всего моего уважения к Бенни Хиллу и так далее. Но это немножко другой жанр. Когда мы говорим о том, что приезжает трибют Мадонна и исполняет все самые лучшие хиты, и у нее даже щербинка такая же, как у Мадонны, и у нее настоящая вот здесь вот эта мушка, она не нарисованная, она настоящая. Да, вот это я считаю некий высший пилотаж, потому что здесь уже начинается искусство. А, ну, сейчас, попроси, пожалуйста, высший пилотаж чего? Высший пилотаж вот этого жанра, этого жанра. Нет, то есть это визуальная схожесть. То есть ты начинаешь удивляться, потому что по юмору того, что... То есть настолько похожа без грима. Да, то есть она без грима похожа на Мадонну, и она даже по размерам фигуры, она похожа на Мадонну, по тому, как у нее вьются волосы, по изгибу носа, по глазам, цвету глаз и так далее. А эти люди изменяются каким-то образом годами? Какой год? Вот, то есть, я не знаю, вот та же Мадонна, да, она там 50 лет. Отличный вопрос. Она когда, что, почему, то есть вот, она же разного года бывает. Вот я как раз разговаривал недавно с моими ребятами, с своими иностранными, например, на предмет. Они считают, что у каждого из артистов в карьере есть определенный пиковый момент. Причем это может быть как на начальной стадии, так и, в общем, в финале карьеры. Там, например, Том Джонс нынешнего воплощения, но, к сожалению, уже не такой маскулинный, да, как он был там 20 лет назад, да, или 15 лет назад. Так вот, тот Том Джонс, трибют Том Джонс, который существует, он отображает в себе лучшие годы Тома Джонса, которые были, да, Мадонна, соответственно, лучшие годы Элвис. Уже, конечно, не тот Элвис, который в 7-7 году на астероидах и на снотворных, и это все трагично. Ну, я живо представляю. А кому-то нравилось-то наверняка, то есть, к тому. Ну, не знаю, нет, ну, вообще, я считаю, что не очень этично говорить о вот этих вот страницах и самых приятных в жизни артистов, потому что они тоже люди, и у них тоже есть личные трагедии, и, к сожалению, они уходят не всегда так, как им хотелось бы, да, из нашего мира, но в этом-то и прелесть, да, что если ты поклонник нирвана, и ты действительно вспоминаешь нирвану как одну из самых ярких групп своей молодости, ты можешь пригласить на свое событие, на свое день рождения эту группу, и качество выступления, внешность, энергетика, что самое главное, это самое главное, они будут настолько сопоставимы, что ты прольешь свою мужскую, скупую, морковную слезу, и порадуешься, и порадуешься, и у тебя останется самый яркий успех, понимаешь, понятное дело, что всегда есть интернатива, можно пригласить Тимаси, да, а вот этот, не побоишься этого слова, каталог трибютов, да, он велит на данном этапе, да, конечно, да, то есть там вот прям топливые, да, у нас очень много, то есть порядка двухсот, наверное, двухсот, вау, но вот все, что тебе придет в голову, вот назови мне любую группу, да, я тебе скажу, существует Тимаси или нет, любого артиста, лишь, да, ну, Пол Маккарди, наверное, есть, много, много, и они все одноклассники, то есть вот так вот, они все, вот есть их несколько, да, существует как минимум 25 составов Битлз, так или иначе, где каждый так или иначе похож, там, один на Джона Леннона, второй на Пола Маккарди и так далее, но существует один, который лучше всех остальных, и который по энергетике, качеству исполнения, вот этой вот непередаваемой, вот этой вот истории, да, связанной с тем, как наши родители, да, когда-то услышали первый раз Битлз и влюбились, да, вот этого, конечно, этого найти было сложно, и, ну, слава Богу, там, удачу. Элтон Джон. Ну, а как же. Конечно. Я, да, стесняюсь спросить. А, полноценный ли? Полноценный ли Элтон Джон. Полноценный ли трибьют. Ну, как бы, то, как его знает народ, как они его видят, наверное, да. Возможно, для каких-то исключительных личностей он полноценный. Я считаю, что это как бы не в этом суть, да. То есть, он же знаменит не тем, что... И тем тоже. Ну, я тебе хочу сказать, что однажды, оказавшись на концерте Элтона Джона, через две песни, я забыл о его сексуальной направленности. О, как. Хотя до этого помню. Дамы и господа, я напомню, что мы все находимся в клубе «Гараж» в Москве, Бродников переулок, дом 8, ток-шоу «Два Богосяна». В гостях у нас Александр Бурташов, в прошлом солист группы «Мессмер», а ныне руководитель букингового агентства «Шольц Артистс». И мы говорим о трибьютах, о новом течении в шоу-бизнесе, если можно так выразиться. Напомню, архив наших программ на сайте «Богосян.тв». Вещаем мы на «Карбина.тв», «Правда.ру» и «Богосян.тв». Дамы и господа, мы всегда к вашим услугам. Город Москва, прямой эфир. Ну, а потом архив наших программ на «Погосян.тв». И мы продолжаем. Да, я хотел узнать вот что. Вот костюмы, в которых люди выступают. Вот я просто, к примеру, Леди Гага, да, вот этот чудесный, прогремевший на весь мир мясной костюм. Она в нем не выступала, а просто прогулялась. Ну, тем не менее, да, можно ли как-то... Вот люди выбирают костюмы, или это все-таки вот у этого трибьюта есть какой-то гардероб, который он говорит, я вот только в нем выступаю, не знаю. То есть, или то, как вот люди привыкли видеть. Например, у Леди Гаги, там, ну, все знают вот как бы ее только поведение, и знают, как она поет, да. Ну, там, может быть, волосы, и то они у нее постоянно разные, костюмы разные. Вот каким образом вот этот, ну, так сказать, часть шоу подбирается? Я хочу сказать, что когда трибьют у Леди Гага приезжает на гастроли, у нее с собой два огромных чемодана. Вот таких вот величиной... С мясом, с сырым. Как раз я говорил про Погасяна, но ты сказал про мясо, поэтому слово Погасяна уже оказалось неуместно. Вот, да, совершенно верно. Это постановочное шоу, где все продумано до мелочей, где после каждой песни, каждая песня, которую исполняет артистка, она же так или иначе ассоциируется с определенным визуальным рядом, который был в видеоклипе и так далее. Такие артисты, которые воплощают в себе тренды, да, такие как Леди Гага, там, или Мадонна, да, или там, Робби Уильямс и так далее, конечно, требуются максимальной идентичности и совпадений и костюмы. Я хочу сказать совершенно однозначно, что этих костюмов, как правило, 5, 6, 7, да, и они все максимально узнаваемые, да. То есть если Майкл Джексон, у него есть костюм, в котором он исполнял Билли Джин, есть костюм, в котором он исполнял Твиллер, да, вот эта красная куртка с черными полосками, да, и так далее, есть белая просто рубашка с черным, с его перчаткой знаменитой, как в Black or White и так далее. И во время шоу они настолько профессиональны все это подготовят, что во время шоу он меняет костюмы так, что ты практически этого не замечаешь. Ему требуется на это, там, 2-3 секунды. Как Песков? Опять плохо я пошутил, только Багасян засмеялся. В зале тишина. Почему Кат Песков? Это Песков, Катагина. Вот тогда, если ты, вот расскажи, вот этот знаменитый, у него те же знаменитые обувь Джексона, да, в которые тык-ш-ш-ш и наклоняется, да? Я прошу прощения. Абсолютно. Мне опять наши слушатели пишут, ау-купник. Это вообще стало неким, мне кажется, мемом сегодняшней беседы. На самом деле, я думаю, что любой человек, который выйдет в очках и кудряшках, это уже было считать, что это у-купник. А у меня сосед на собаку надевает очки и говорит, это у-купник. У него, это, пудель такой. Глядя на собаку, не с паспортом, да? Он далеко не до собаки паспорт. А кого чаще всех заказывают вообще? То есть, в Европе, в мире, я не знаю. То есть, как бы, вот есть представление о том, кого в Европе или только у нас? Заказывают, мне кажется, авторитетов чаще всего. Не будем поднимать эту тему. Так вот, я хочу сказать, что есть определенный класс артистов, которые действительно максимально известны, да? И как раз это и отражает любовь русского человека к хиту, да? Потому что вот сколько лет я наблюдаю за вкусами и пристрастиями российской публики в любых слоев, начиная от самых там состоятельных, заканчивая там средним классом и народом в глубинке и так далее. Все люди любят узнаваемые песни. И тем самым мы очень сильно отличаемся от музыкальных вкусов Европы и Америки, потому что там, например, на концерт певицы Адель 90% людей идут для того, чтобы услышать ее новые песни из нового альбома. Да, конечно, они там с восторгом воспринимают хиты, но вот это любопытство услышать что-то новое в исполнении там полюбившейся певицы или певца, это присутствует. Здесь этого нет. Ты идешь на концерт, ты хочешь услышать самые яркие хиты и начинаешь скучать, когда тебе поют что-то новое, и начинаешь прямо вот даже раздражаться иногда, да? Это связано с тем, что люди любят хиты. И атрибюты именно вот это и открывают, да? Поэтому, конечно, если речь идет абстрактно в качестве примера о Джордж Майкле, то он обязательно споет «Jesus to a Child», обязательно споет «Hairless Whisper» или «Last Christmas» и так далее. То есть это люди, которые дарят тебе все, что ты захочешь, да? То есть ты не будешь от них ожидать чего-то, какого-то сюрприза, да? Ты будешь от них ожидать только самого лучшего. Вот если ты захочешь услышать вот в том порядке или вот в этом порядке свои любимые треки, ты их услышишь. И это очень хорошо. Я считаю, что это хорошо. Потому что когда мы гуляем и хотим расслабиться и отдохнуть, мы не хотим заморачиваться. Мы не хотим думать, что... У нас получается часто, что не артисты для нас, а как бы мы для артистов, да? То есть... Ну, развлекай меня, правительство, вот это вот. Нет, приезжает артист, я сам, я не буду называть имена, я сам неоднократно наблюдал там на корпоративных мероприятиях, когда приезжает артист, и ощущение такое, что для него это некая, ну, как сказать, промежуточная такая стадия между одним мероприятием и другим, и он должен это отработать, отработать свой гонорар, там нет ни души, ни энергетики, ни вот той самой, там, харизмы сексуальной, которая должна присутствовать, да? И возникает такое странное ощущение, а зачем мы его вообще пригласили? А у артиста возникает ощущение, а зачем я вообще здесь пою, да? И всё тогда рушится, ничего... Ты про наших сейчас говоришь. Я говорю про наших, потому что, ну, действительно, известно, что, ну, такие вещи случаются. Да? Там этого не происходит, да? И не происходит, потому что для любого артиста западного... мероприятия, на котором он работает сегодня, самое главное в его жизни. И это принцип. Вот это некая данная вещь. Если... Бывали такие случаи, да, что вот приходит человек и говорит, «Здрасте, я там хочу такого-то исполнителя, да?» А вот трибюта нету. Ну, потому что, как бы, он не настолько популярен, чтобы кто-то прям вот таким культом становился, да? Ну, так, был, ну, восторгался его творчеством и полноценно там пытался пародировать, и тем самым каким-то образом попадал в этот шоу-бизнес. Ну, то есть, я не знаю, я пришёл, я прихожу, я хочу, чтобы у меня, не знаю, на дне рождения спела группа «Попорочь», да? А люди, ну, то есть, мало кто знает его, да, ну, там, я его, мой групп, например, знает его, да? Да, «Попорочь», да? И вот такие запросы вот приходят, мне существует... В клубе «Милк». Ну, я бы... То есть, в принципе, существуют лимюты практически на любого артиста, который может тебе прийти в гол. Вот, я, конечно, говорю, это не какой-то супертоповый... Нет, ну, конечно, существуют супертоповые, да, люди, которые действительно... Ну, а-ля вот там, Мадонна... Там, Мадонна, Леди Гага, Эллис Пресли, Фрэнк Синатра, Барри Уайт. То есть, то, что люди действительно любят и годами слушают на радио, и там, и папы, и дедушки даже зачастую, понимаешь? Поэтому, конечно, каждую песню они знают, соответственно, и пригласить такого артиста приятно. Но есть масса молодых, там, есть потрясающий трибют Тульяна, да, или тот же самый Джамиру Хуай, Black Eyed Peas совершенно потрясающий, да? То есть, это совершенно нормально, да, Бритт Испирс, да, с такими же глазищами. Потрясающе. Да, да. Это удивительно, на самом деле, это насколько стечение обстоятельств, да, жизненных, получается. На человек, главное, что визуально похоже, так он еще и может полноценно передать. Но ты не понимаешь, они все делают состояние на это. Они делают состояние, потому что, доведя до определенного уровня вот это искусство свое, и правильно пользуясь и своей внешностью, и своим голосом, да, и в подражании, и в некой манере, они действительно становятся мега востребованными артистами, да, опять-таки, да, мы понимаем, почему, да, и у них расписано все намного вперед. Да, они стоят, может быть, недорого, но за счет количества они зарабатывают большие деньги. Покупают себе виллы, дома, машины, все. Гениально. Да? Это крайне гениально. Абсолютно. Это совершенно нормальная индустрия. Сколько времени вот уходит на подготовку вообще такого артиста? Он сам готовится или есть какая-то школа, не знаю, специальная школа? Трибьютировать. Ну, трибьютировать, я не знаю, то есть это же не просто человек пришел, говорит, я вылитая копия, не знаю, там, Джейми Ракуай, и как бы вот, пожалуйста, и вот я пою там так же, двигаюсь, и вот их обучают этому, они там сажают, смотри видео, как это надо. Есть специальный учитель, который движение там тренирует, вокал и так далее. Ну, вот, например, на примере Робби Уильямса, да, вот он профессионально является юристом, то есть он вообще не имел никакого отношения к музыке, то есть тогда. И когда он приходил на какие-то мероприятия, на дружеские, как-то, все говорили, о, Робби, привет! Старик, ты так похож на Робби Уильямса, ты так похож на... Но он не пробовал ни петь до этого, ничего, да, и как-то вот шаг за шагом, да, в один прекрасный день, да, он решил, а почему бы мне не попробовать? Вот его потянуло в нормальном смысле, так же, как в свое время Джона Ленна потянуло взять гитару. Да, это процесс, который мы не можем объяснить, это, наверное, идет от Бога все-таки. Вот, и со временем, выпистывав свой вокал, так, чтобы он был максимально похож на вокал Робби Уильямса, и будучи уже изначально невероятно физиологически похожим на него, да, по всем параметрам, да, он сделал из этого шоу. И сейчас у него огромная группа, с которой он ездит, живой состав, это бэк-вокалистки, это музыканты. Шоу называется Let Me Entertain You, да, он собирает по три по четырех тысяч человек в зале, и в одном из номеров своей программы он исполняет дуэтом песню совместно с папой самого Робби Уильямса. После чего на большом экране во время шоу появляется сам Робби Уильямс, который сейчас живет в Муссан-Гребисе. И говорит, hi people, I would like to introduce you my official tribute JK, да, my best friend. И они начинают общаться, и люди понимают, которые находятся в зале, сопоставляя их внешности, что так не бывает. Понимаешь? И в этом есть идеальная совершенно фишка, да. То есть люди собирают большие залы, и никто не чурает с этого, никто не говорит, что это фейл, что это искусство. И если это талантливо, и если это действительно цепляет, и если ты, ну не можешь ты сейчас прийти на концерт Тоби Уильямса, потому что его жена находится в декретном отпуске, он с ней там сейчас живет, и у него нету тура сейчас, а тебе хочется сходить на концерт Тоби Уильямса, и ты идешь на концерт Тоби Уильямса. В конце концерта, концерт человека звучит круто, да? Концерт человека, да. Поэтому это нормально совершенно. А вот когда концерты делаются, официально говорится, что это трибюты, конечно, конечно. Прямо по-честному. Конечно. Не как в свое время, как Гриша в начале передачи привел пример про вездесущую группу. Вот это очень тонкая... Нет, а я понимаю, почему он сказал. Потому что очень тонкая... Не «На-на», а «Ласковый май». Ну и «На-на» аналогично. Очень тонкая грань между настоящим и вот этим вот неким театром одного актера. Если завтра, например, я узнаю, что где-то в какой-то стране один из трибютов, с которыми мы сотрудничаем, выступил, и его обвинили в мошенничестве, потому что он представился настоящим, я тут же припрощу с ним сотрудничать. Потому что эта история, она подается больше как театр, как шоу, как энтертеймент. Как таковое, кажется, развлечение. Но говорить о том, что приехала настоящая Мадонна или Леди Гада, это уже мошенничество. И мы в эти игры не играем. Я прям живо представил себе сейчас трибют Марака Обама, который торжественно зачитывает клятву президента Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, это тоже могло... Почему? Многие же, например, хотели, а билеты дорого стоили. Они не могли бы прийти посмотреть на торжественную клятву? Я бы сходил бы посмотреть за тысячу рублей, например. Почему нет? Ну, трибют к политике уже называется сатирой. Поэтому это уже не трибют. Это все-таки уже совсем другой жанр. Я прошу прощения. Вот в Фейсбуке спрашивают, а у Подольской на сайте написано, что вы ее концертный директор. Да, совершенно верно. Расскажите об этой грани вашего таланта. Пожалуйста, не вопрос. И есть ли трибют на Наталью Подольскую? Нет, слава богу. Потому что Наталья самодостаточная артистка, и я действительно являюсь ее директором концертным. Только не бей по столу ногой, а ты микрофон... Я думаю, что на самом деле тут же, наверное, не с самодостаточности дело, а, как я понял, основополагающее вообще появление этой прослойки шоу-бизнеса это непосредственно финансовая составляющая. Ну, экономическая, конечно. Потому что мы же говорим о шоу-бизнесе. Поэтому, конечно, один из самых выигрышных моментов и деталей, почему вообще трибюты как таковые, они очень интересны, это их низкая цена. То есть она не просто низкая, она очень низкая. Бывает ли случай вообще, что артист приходит и говорит, хочу себе трибют. Вот вы агентство, сделайте мне трибют. Потому что, как бы, ну, вот это мне, ну, я не знаю, прибавит какой-то популярности. Ну, когда-то в молодости, когда я был худее и стройнее, я мог быть похожим на вокалисты Тепешмотэйвагана, делал вот так вот, пел песню Enjoy the Silence, и все... А еще знаешь так, кто делает? Лепс. Нет, Лепс в основном микрофон в ладони включает. Не, вот он так делает. Ну и вот пальцем в ухо держит на ушко. Он даже так не сделал, просто кровь из уха пошла, теперь он прикрывает на всякий случай, чревато последствиями. Я уеду жить в ладони. То есть не было, да, такого, чтобы артист просил там себе трибют? Просил в убежище. Нет, ну это совсем какая-то такая некая странная была бы инициатива со стороны артиста. Вот, но артисты, кстати, между прочим, сами топы, вот оригиналы, которые существуют, да, вот сами топы, они к этому относятся максимально лояльны. Они совершенно замечательно относятся, и большинство тех артистов, тех атрибютов, которые вот, ну, в нашем списке находятся, они все официально признаны артистами. Они с ними дружат, переписывают, сообщаются, зачастую ездят в совместные туры. Например, тот Майкл Джексон, с которым мы работаем, он ездил по приглашению самого Майкла Джексона, когда он был жив, в туры, приезжал в Америку, было два лимузина, в переднем, например, ехал Майкл Джексон за закрытыми, затонированными стеклами, а в заднем сидел он и раздавал автографы. И выслушивал всякие разные... А-а-а! Майкл, мы ловь ю, ма фрэнд! Понимаешь? Но бывает же так, что артист надоедает определенное чрезмерное внимание. Это как каскадеры, мне кажется. Не, а можно, допустим, заказать каскадеры? Да, хорошее сравнение. Каскадеры. Да, то есть, Арнольд Шварценеггер в фильме «Вспомнить все» не опухал. В скафандре. Кстати, да. Опухал его трибют. Слушайте, какого числа выходит «Крепкий орешек»? Скоро. Пять. Уже с статья началась. Несмотря какого числа ты его съел. Понятно. Уа-а-а! А-а-а-а! Это лучшая шутка сегодняшнего вечера. Отлично. Да, плодится. После «Жентльмен. Морковка» номер один. Ну, у нас сегодня овощной юмор. Вечер овощного юмора. А вообще, каким образом появилось это слово, этот трибют? Кто, когда вообще начало использоваться в обиходе? Не как... Начало. 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 Начать это уже сговорено. Горбачок. Ну, трибют это одно из терминов. Есть еще слово impersonator. человек, который персонифицирует того или иного персонажа. И посмотрел на меня. Почему? Человек, который является как бы отражением. Но вообще, слово трибют, как я уже сказал, это некое подношение, дар. То есть, вот, спасибо вам, благодарим вас за то, что вы существуете. Мистер Фрэнк Синафи. А вот можешь озвучить самого дорогого трибюта? Нет? Или самого дешевого? На самом деле, они, в принципе, все недорогие. Просто, если мы говорим о группах трибютных, например, там, что это потрясающий, там, трибют to you too. To you too. To you too. Да. Или трибют to in excess. Конечно, от количества человек вырастает немножечко бюджет с точки зрения виз, билетов и так далее. Вот у меня вопрос из Фейсбука очередной. Все время говорится, что цены небольшие. А какие? Напишите им личку, друзья, я все скажу. Алекс Мессмер. Алекс в конце X, Мессмер в память о ушедшей в конце R. Ну, есть все-таки некие определенные различия, есть понятие корпоративного события, есть понятие клубного события и так далее. Есть понятие дня рождения. Да, но на самом деле все очень гуманно. Я продолжаю вопрос, когда я прошел. А количество времени, которое выступает атрибют, это полностью зависит непосредственно от заказчика? Ну, 20 минут, 40 или 2 часа? Да, есть определенные пределы, конечно, но и вообще они как бы нормальные, поскольку перегружать народ-то тоже не надо. Хорошо, если я, например, хочу... Говорит великий Ленин, лучше меньше да лучше. Он, потому что сам был невысокого роста. Ну да, и от трибютов как не было, так и нет. А, кстати, между прочим, хорошее место, трибют на Ленина не существует. Поэтому он и остался в вавзолее. А можно ли считать, что люди, с которыми огромное количество туристов фотографируются на площади, это 100% трибют Ленина? Сталина? С недавних пор ввиду каких-то политических наших моментов появились новые политические деятели на Красной площади? Трибюты? И в чем дело? Если бы вот тот Ленин, с которым мы фотографируемся на Красной площади, мог бы еще также абсолютно излагать свои мысли, я думаю, ты весь процесс замечательный. Да, я имею в виду, если бы он был абсолютно идентичен Ленину с точки зрения всех манер до тонкостей, то его можно было бы назвать трибютом. Если у него пирс-тебаротка, и он делает вот так, то это просто пародия. Окей, я понял. То есть тут есть некая разница. Могу ли я, я не знаю, решил в Тамбове сделать концерт Мадонны? То есть вот как бы просто обратиться или это... Мадонны нет. А именно Мадонны настоящие? Ну, например, не, нет, ну настоящий меня финансово Тамбов не потянет, не то, что я. Это еще ладно. Если ты подаришь Тамбов Мадонне, она будет кипать. Помните, была шутка про Абрамовича. Ну, то есть возможно ли вот заказать трипленту, как бы... Извини, Гриш, да, какие-то есть несопоставимые вещи Тамбов и Мадонны. Ты знаешь, я думаю... погасян и юмор. Я тоже погасян. Я хотел бы... Дамы и господа, ты между двумя Григорием и погасянами, так что ты можешь захоронить два желания. Вот этот вопрос, и потом можешь финишировать. Да. Стас Садальский получил грузинское гражданство. Просто так Видимо он как депардье решил Депардировать И Сбербанк Вернее Центробанк России Прекратил печатать копейки И пятикопеечные монеты Прощай копейка Это как-то связано с портянками Да Портянка из копеечных монет Нет, это связано с переездом депардье Он просто не понимает, сколько это Одна копейка и пять копеек Могу ли я все-таки Организовать концерт Наш режиссер Ты так медленно и долго говоришь Наш режиссер говорит Две минуты до конца Программа Трибюта В Сыктывкаре Я хочу это регионально сделать Это обязательно концерт Более того Нет такого, что мы Как вот, да, оригиналы Мы выступаем только На шестидесяти тысячных стадионах И должны быть там Те или иные райдерные требования Нереальные Мы везем с собой Двадцать рефрижераторов Из Америки Давайте нам оплачивайте Все это И получается, что Только одни накладные расходы Больше, чем Гонорар у артиста Ну понятно Рефрижераторы из Америки Абсолютно Здесь все очень упрощено Да, но при этом Качество выступления Замечает Абсолютно Да Шольц-артист Сколько у тебя Вот последний вопрос Дамы и господа Осталась одна минута Да Александр Бурташов В прошлом солисты группы Мессмер А ныне Руководитель Букингового агентства Шольц-артист И концертный директор Натальи Подольской Был у нас в гостях Ток-шоу Два Погасяна Каждый вторник С 22 до 23 В Москве В клубе Гараж Вы можете смотреть нас На всей планете Потому что интернет Он все проникают Удачи вам Всего доброго Шоу Масс Бон Мы вещаем На погасян.тв На самом деле Это не Это мессмер Это 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 его трибют Мы хотели наглядно Показать Как это возможно Спасибо До свидания